Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юными инспекторами была задана основная тема аппаратного совещания. В области началась тематическая неделя национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Показателю социального риска по итогам 10 месяцев составил 10,5 погибших на 100 тысяч населения. Это удовлетворительный результат. Но тем не менее, как мы все время говорим, что любая гибель, любое дорожно-транспортное происшествие – это громадная боль и невосполнимая потеря для наших жителей. Поэтому мы должны с вами сделать все, чтобы таких дорожных происшествий было как можно меньше, а в идеале вообще не было. К 2024 году по нацпроекту количество смертей должно свестись к 4 человекам на 100 тысяч, а к 2030 году – к нулю. Для этого в области делается многое. Приводится в порядок дороги. Отремонтированы 50 участков областных и федеральных дорог общей протяженностью 112 километров. По сокращению дорожно-транспортных происшествий Ульяновская область вышла на 4 место в Приволжском федеральном округе. На следующий год запланирован большой объем работ. Почти 9 миллиардов рублей будет выделено на ремонт и строительство новых транспортных путей. Планирован ряд мероприятий с инженерной точки зрения. Это и светофорное регулирование, это и нанесение разметки. В том числе мы увеличиваем на региональной сети дорог нанесение разметки термопластиком. Это более длительный срок эксплуатации. Это и установка дополнительных дорожных знаков, барьерного ограждения удерживающего. Это обязательно устройство уличного освещения на автомобильных дорогах для того, чтобы избежать травмирования пешеходов в ночное время. Дельное внимание уделяется ведению интеллектуальных систем на дорогах. В первую очередь это касается установки камер фото и видеофиксации, систем весогабаритного контроля и метеостанций. Цифровые сервисы призваны помочь в отслеживании работы общественного транспорта. Губернатор привел в пример Московскую область, где вопросы пассажирских перевозок решаются быстро и качественно с помощью интеллектуальных систем. Мы были в Центре управления регионом. Там живьем видно эту маршрутку. Там все на каждой остановке видно. Отметилось, не отметилось, работало, не работало. Какой внешний вид, водители и все остальное. А у нас вроде бы что-то есть, а жалоба тоже есть. И никто за это не несет ответственности. Центр управления регионом продолжает создаваться в Ульяновской области. Было заключено соглашение о сотрудничестве с Подмосковьем. На первом этапе внедрения новой системы москвичи будут осуществлять сопровождение проекта в Ульяновске. Центр управления регионом – это тот инструмент, благодаря которому мы получаем возможность перенастраивать процессы внутри отраслей, оптимизировать текущую работу под запросы общества и, как следствие, повышать эффективность работы органов власти. На аппаратном совещании было представлено мобильное приложение «Ульяновские стройки». Оно станет частью формирующегося центра. На интерактивной карте соберут всю информацию по строительству в регионе. Приложение позволит также выявлять самовольные объекты. Оно заработает уже со следующего года. Что же касается дорог, то участники аппаратного совещания выслушали предложения законодателей по вопросам формирования программы безопасного автодорожного движения. Все, что касается подходов к детским садам, к школам, домам культуры, больницам, именно так называемые, как мы говорим, народные тропки и площадки для парковок, с нашей точки зрения, вот в этих муниципальных перечнях и в данной программе на 2020-2021 года должны стать приоритетными, потому что именно к ним ходят и подъезжают ежедневно сотни тысяч, десятки тысяч людей. Ну, промониторить, я уверен, и у ГИБДД, и у министерства есть такие данные, где, возможно, единственным выходом, ну или, может быть, идеальным выходом, было бы установление наземных пешеходных переходов, где многополосные движения, понятно, что дело такое дорогое, но, еще раз говорю, там, где это необходимо, надо прикладывать эти усилия. Губернатор призвал активнее заниматься формированием кадрового резерва в области. Глава региона отметил, что сроки приема заявок на конкурс региональной лидеры продлены до 20 декабря, а на сайте общественной палаты будет запущен аналогичный конкурс для гражданских активистов. Он пройдет в декабре, а результаты подведут до марта. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Управда ТВ. Планы по привлечению инвестиций на 2020 год обсудили на прошедшем совещании по финансово-экономическим вопросам. В планах строительство заводов и трудоустройства сотни ульяновцев. Также подвели итоги года уходящего. Чем пополнится промзона Ульяновска, расскажет Виктория Черкова. Сделать регион конкурентоспособным и привлечь инвесторов. На совещании по финансово-экономическим вопросам обсудили планы на будущий год. Мероприятие открыл губернатор Сергей Морозов. В Ульяновской области больше предприятий, а населению денег. Глава региона рассказал, как можно развить местную экономику. Мы же видим, что упаковка, другие вещи, так сказать, не наше, не наше производство. Ну не может быть этого. Если мы сюда вкладываем деньги, вкладываем интеллектуальные и административные ресурсы, коллеги, ну мы должны все здесь постараться в Ульяновской области, всю цепочку этой добавленной стоимости производить сетей. В этом году корпорация развития заключила 12 соглашений на 14 миллиардов инвестиций. В их числе фабрика «Марс». Компания расширила производство. Теперь в Ульяновске выпускают шоколадные батончики. В Димитровграде появилось предприятие «Полесье», на котором делают пластмассовые игрушки. Также в регион инвестировал банк открытия. На улице Октябрьской появился большой операционный центр. Станкостроительные предприятия ожидают пополнения. На УЗТС скоро откроется цех железнодорожной техники. Региональная промышленность будет расти и дальше. На 2020 год запланировано открытие новых фабрик и заводов. Это стекольный завод, с которым мы завершаем переговоры. И рассчитываем, что в начале года будет подписано соглашение. Большой проект, несколько миллиардов рублей по устроительству стекольного завода. Это строительное стекло и стекло специальное. Это проект по производству лекарственных средств британской и индийской компании. Соответственно, тоже более миллиарда рублей, которые на промышленной зоне завода уже планируется реализовать. Вот это самые крупные проекты. Также в регионе появится турецкая текстильная фабрика и несколько автопромышленных корпусов. Планируется строительство индустриальных парков в Индии и Димитровграде. Вместе с производствами появятся и сотни рабочих мест для ульяновцев. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. В ульяновском отделении партии «Единая Россия» подвели итоги партийной работы в регионе и России за год. На вопросы журналистов отвечали делегаты Всероссийского съезда, который совсем недавно прошел в Москве. В Москве завершился съезд самой крупной политической партии страны. Мероприятие посетил и президент Владимир Путин. Векторы политического развития государства и общества, обозначенные главой государства, нашли отклик у партийцев. О дальнейших планах ульяновцы рассказали журналистам. Владимир Владимирович Путин сделал акценты в своем выступлении, как всегда, очень кратким, но профессиональным и точным, показав приоритеты, что партия должна ориентироваться прежде всего на мнение каждого конкретного человека. И в своих решениях, в своей оценке текущей ситуации, в обязательном порядке, в ежедневном режиме, сверять часы и решения партийные, строить только основываясь на мнении каждого конкретного человека. Выразителями мнения общества всегда были общественные деятели. Поэтому ульяновские делегаты не только заслуженные партийные деятели. На съезде из рук премьер-министра Дмитрия Медведева партбилет получил активный общественник ульяновского региона Владимир Сидоров. Для меня большая честь, что вручили мне членский билет, лично вручил Дмитрий Анатольевич Медведев в числе губернаторов, общественников. Да, это большая честь. И очень радует, что в числе приоритетных направлений партии, такие направления, как поддержка молодежи, поддержка на кого. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, что партия должна быть интересной, потому что молодежь не пойдет туда, где неинтересно. А избиратель не пойдет за тем, кто не выполняет наказа и не держит слова. В Ульяновской области об этом помнят. Исполнение предвыборных обещаний во главу угла. Мне хотелось бы с вами поделиться своей радостью. Именно той радостью, к которой мы давно-давно шли. И вот буквально 4-5 дней назад мы получили подтверждение, что Ульяновский район вошел в 500 бассейнов. Вот первая десятка была распределена. И вот в этой десятке оказался Ульяновский район. Бассейн в районе – просьба избирателей. На выборах кандидаты и депутаты от района дали обещание сделать все возможное. И у них получилось. Бассейны по партийной программе строятся давно. Дошла очередь и до Ульяновского района. В целом съезд в Москве помог не только пообщаться и поделиться опытом, но и обозначить приоритеты будущего развития. Владимир Путин поставил задачу ускоренного развития цифровых технологий, а также обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Для этой цели в школах страны открываются так называемые код-классы. Сегодня в Ульяновской области насчитывается порядка 50 код-классов, в которых обучается около семи сотен школьников. В начале учебного года один из таких клубов открылся на базе второй школы в Старой Майне. Этим ребятам мало школьных уроков информатики. Углубиться в IT-сферу им помогает код-класс. Все тот же кабинет с компьютерами, только находиться в нем можно не один академический час, а гораздо больше. Сколько душе угодно. Изучение информационных технологий идет не в рамках школьной программы, а в качестве доп. образования. В сентябре этого года код-класс появился в Старомайинской средней школе номер два. Целью проекта является профориентация детей в сфере IT-технологий, подготовка детей тоже в этой же сфере в IT-технологии, а также раннюю профориентацию учащихся, начиная с первого по одиннадцатый класс. Мальчишки и девчонки разрабатывают сайты, интернет-страницы, пишут простые компьютерные программы. Все это развивает у детей логику, навыки конструирования и пространственного мышления. Помимо основных занятий, школьники из код-классов участвуют в федеральных акциях, например, час кода или всероссийский IT-диктант. Как правило, занимаются с ребятами учителя физики и информатики. Данные занятия нам с ребятами очень нравятся, на них мы можем почувствовать себя профессиональными программистами. Также я увлекаюсь фото- и видеосъемкой, поэтому в ближайшее время мы планируем создать видеофильм о нашей школьной жизни. Благодаря появлению код-классов в этом году на 30% увеличилось количество учеников, которые сдают ГИА по информатике. Учащийся код-классов после окончания школы также успешно поступают на IT-направление в ульяновские вузы. Бонус для учителей – возможность повысить квалификацию. Открытие клубов дает педагогам бесплатный доступ к различным образовательным программам. Рината Леулова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. Не успел стать лет на водоемах Ульяновской области, как практически во всех муниципальных образованиях региона активизировались любители подледного лова. Их не останавливает ни предупреждение МЧС, введя аншлагов, ни здравый смысл. Чем ниже температура наружного воздуха, тем жарче становится служба спасателей. В понедельник днем настоящую операцию по спасению нескольких десятков человек спецслужбы региона развернули в Меликесском районе. Первое в этом сезоне ЧП на льду произошло около полудня на реке Большой Черемшан в районе села Дубравка Меликесского района. Более 60 рыбаков оказались в километре от берега на оторвавшейся льдине. Спустя час после сигнала на поле дежурного у водоема дежурили представители всех экстренных служб. К месту вызова выдвинулась оперативная группа третьего отряда федеральной противопожарной службы, спасатели города Димитровграда. И два катера на воздушных подушках ППС области и ППС ГИМС города Ульяновска. Практически все рыбаки – жители соседнего региона. На рыбалку прибыли наличных авто. К 14.00 первые спасенные были доставлены на берег. В течение следующего часа на Большую землю доставили и остальных. Вышли на лед, нормально было. 7 сантиметров, 8 лед. До места дошли, все нормально было. В 11.00 лед трещать начал, вода падать начала. Скорее всего, ГЭС заработала. На понедельник же. Ну и все, уровень воды чуть упал, отжал их. Пошли трещины, уже перебраться не могли. Поэтому вот такая ситуация. Ну что, паники не было никакой. Ближе к 16.00 часам за несколько рейсов на берег доставили личные вещи и снасти незадачливых рыбаков. Улова среди пожиток не было. Паники сильной не было, конечно. Ну, немножко волновались, да. Потому что как-то вновь плохо застало все это. Да, и вот. Ну, конечно, спасибо этим большое, очень прибыль, жжой. Спасателям. Да, спасателям. Молодцы. Молодцы. Просто молодцы. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв, а ведь могло быть иначе. Самое страшное во всей этой ситуации, что ЧП ничему не научило тех, для кого подледная рыбалка дороже собственной жизни. Большинство спасенных рыбаков не собираются в дальнейшем складывать удочки на полочки. Сотрудники МЧС в очередной раз призывают жителей региона не выходить на тонкий лед. Ведь удача не всегда на стороне экстремалов. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок, Демград-24. Специально для AllPravda.TV. В рамках национального проекта здравоохранения региональной программы развития детского здравоохранения в детском многопрофильном стационаре в Заволжье продолжается ремонт, параллельно закупается оборудование. О преимуществах нового томографа расскажет Рината Алиулова. Чтобы узнать диагноз, теперь не нужно ждать 30 дней. Максимум недели, результат исследований готовы. Да и ездить на обследование в детскую областную больше не придется. В детской городской больнице номер один на проспекте Сурово в Заволжье сентября работает свой компьютерный томограф. В линейке 16 срезовых аппаратов эта машина одна из лучших. Новое оборудование позволяет получать изображение с высоким качеством визуализации для широкого спектра исследований, включая кардиологические, ортопедические и органы в брюшной полости. Кроме стандартного обследования без наркоза, также имеется техническая возможность выполнить КТ-исследование под наркозом. Имеется подводка кислорода, соответствующая аппаратура установлена. Есть специалисты, подготовленные сертифицированные анестезиологи. Седация, то есть наркоз, необходим совсем юным пациентам, которым тяжело находиться неподвижно некоторое время, чего требует процедура. По словам специалистов, выполнять КТ-исследование под наркозом могут позволить себе далеко не все частные медклиники. Традиционные процедуры занимают не больше 15 минут. Расскажи, больно сейчас было вообще? Что ощущала? Ничего, просто весело. Ребята, ну, хоть и месяц, и не шло. Наши пакета-кодка у меня. Не страшно было вообще? Да, было весело, смешно. Специализированный кабинет заработал в стационаре больницы в сентябре. За это время обследование успели пройти 200 несовершеннолетних пациентов. Когда мы первый раз лежали с младшим ребенком, этого аппарата здесь не было. В этом году обратилась еще плюс со старшим, так как жаловался на головные боли. И это большой плюс у этой больницы, то, что появился такой аппарат, то есть там никуда ехать не надо, и сделают все на месте. С сентября этого года специалисты больницы также работают на новых УЗИ-аппаратах, один из которых – экспертного класса. В декабре высокого качества будут и рентген-снимки. Автоматизированный рентген-диагностический комплекс завезли. Сейчас идет его установка и последнее обустройство кабинета. Новое оборудование в больницу закупают за счет средств нацпроекта здравоохранения. Кроме того, медучреждения участвуют в четырех из семи реализуемых в регионе федеральных проектах. А в 2017 году учреждение получило особый статус, предполагающий ежегодное дополнительное финансирование – до 100 миллионов рублей из областного бюджета. Все это позволит до 2022 года поэтапно модернизировать лечебный комплекс. На сегодняшний день отремонтированы у нас не полностью частично поликлиническое отделение номер один, располагающееся по проспекту Выстроители 5. Один этаж отремонтирован в поликлиническом отделении номер два. Консультативно-диагностический центр, в котором мы сейчас находимся, в отделениях детского стационара. Ремонт продолжается в отделении физиотерапии больницы и дневном стационаре. Отделение патологии беременных – в роддоме. Рината Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Восемь медалей разного достоинства привезли из Кузнецка воспитанники клуба «Единоборств Пересвет» при Жадовском монастыре. Во втором по величине городе Пензенской области прошел турнир «Король Портера» по классическому самбо и дзюдо. Организаторами выступили местный клуб «Единоборств Кузня» и его руководитель чемпиона мира по боевому самбо Николай Дакин. Несмотря на то, что эти виды борьбы не родные пересветовцам, а конкуренция была более чем огромная, монастырские ребята дали бой соперника. Спортивный зал клуба «Кузня» похож на огромный человеческий муравейник. Больше двухсот борцов из Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, плюс тренеры-родители, болельщики. Организаторы и сами не ожидали, что будет так много участников. В Кузнецке прошел турнир «Король Портера» по классическому самбо и дзюдо. Борьба в «Портере» у многих клубов – это ахиллесова пята. С учетом того, что турнир проводил чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта по самбо и дзюдо Николай Дакин и его клуб «Кузня», то мотивация для участия была большой. Цель турнира – это выявить сильнейшего. У нас турнир назывался «Король Портера». Что такое? Значит, оценивалась борьба только в «Портере». Это болевые, удушающие, удержание. Еще проводили, чтобы, в первую очередь, у нас в клубе поднять до уровня борьбы в «Портере». Все-таки дзюдо, я считаю, это больше стойка. «Портер» немножечко нас подостал, и вот решили турнир такой провести. Благодаря тому, что турнир носил статус неофициального и был скорее тренировочным, на каждом из двух ковров проводили по три схватки одновременно. Только так можно было закончить около 300 поединков за один день. На одном ковре боролись по правилам дзюдо, на втором было самбо. Ребята из клуба «Пересвет» при Жатовском монастыре даже в таких условиях ни в чем не уступали своим более опытным в борьбе с соперником. Правда, немного не дотягивали в технике и знаниях правил. Но все равно результат порадовал тренеров. Восемь медалей по одной золотой, серебряной и шесть бронзовых. Однако главный опыт, который, как известно, ни за какие деньги не купишь. За то, что нас пригласили на этот турнир, мы очень благодарны. И что для наших ребят является, ну, большим, как говорится, уроком. И мы рады тому, что здесь мы многое переняли, многому научились. И хотелось бы почаще ездить и встречаться как в Кузнец, так и в Пензу, так и в Димитровград. Будет ли Кузнецкий турнир регулярным, этот вопрос пока решается. Со временем количество его участников, уверены организаторы, будет только прибавляться. Поэтому сейчас два варианта. Либо искать зал в разы просторней, либо проводить в Кузнецке сразу два, а то и три турнира под эгидой «Король портера». В Ульяновском драматическом театре имени Гончарова представили ретроспективу осенних гастрольных поездок коллектива в России и за рубежом. Позади три страны, две серебряные маски и зрительские овации. Подробности в нашем сюжете. Осенний гастрольный марафон Ульяновского драматического театра открыла поездка на Кипр в рамках российских театральных сезонов. На сценах Центра науки и культуры в Никосии и Муниципального театра Ларнаки ульяновские актеры представили две постановки. Интерактивный спектакль для детей «Азбука хорошего поведения» по стихам Андрея Усачева и «Бедная Лиза» по повести Николая Михайловича Крамзина. Тонкая работа режиссера Сергея Морозова и талант молодых актеров преодолели языковой и культурный барьер. Спектакли имели успех. Многие зрители, которые живут в этой славной стране, вообще не знали, что такое Крамзин, вообще такого автора великого. Для них это было открытие. И это было так приятно нам открывать Крамзина для этих людей, многие из которых родились и жили в России в свое время. Потому что это русскоязычная в основном была публика. В октябре продолжил свое шествие по фестивальным сценам и спектакль «Ревизор». Провокационная комедия по классическому тексту Гоголя в постановке Олега Липовецкого, который осовременил классику, получила самые разнообразные оценки экспертов. Но за переодеванием гоголевских чиновников в духе офисного дресс-кода стоит внимание и уважение к авторскому тексту. Позицию постановщика высоко оценила жюри фестиваля «Маскарад», в состав которого вошли легендарные театроведы и критики. По итогам Международного театрального фестиваля «Маскарад» коллектив Ульяновского драмтеатра получил «Серебряную маску» за самый интерактивный спектакль. А исполнителя роли Холестакова Александра Курзина наградили в номинацию «Психологическая эксцентрика». Продолжил фестивальный нон-стоп ежегодный театральный девертисмент в Израиле. В год театра выбор полный иронический детектив «Ножницы» по пьесе Пауля Портнера в постановке Владимира Золотаря, который с успехом прошел в трех городах. Мы провели такую разведку боем, буквально. Была такая история, потому что мы здесь его так адаптировали немного, уже как бы под ту публику. Приехав и сыграв первый спектакль, мы сделали какие-то корректировки небольшие. Поняли, что им нужно, а что-то не нужно. Допустим, сыграв второй спектакль, мы опять сделали какую-то корректуру. И в конце у нас получился просто такой, я бы сказал, триумф. Гениальный заграничный шедевр. Ярким финалом гастрольной деятельности драмтеатра стало участие в двух всероссийских театральных проектах – «Школьная классика» и «Театральная провинция». Коллектив представил в Москве спектакли «Гория Тума» по пьесе Александра Грибоедова и «Малу» по пьесе Мишеля Лоран с «Мой век». Там был, конечно, неадекватный прием. Но, может быть, еще и от того, что знакомые лица, может быть, еще и это придало какую-то вот такую. Но и спектакль шел совершенно по-другому, он был совершенно необычным. Там другая была атмосфера, и выгородка, и все это, вся сцена, она была вся другая. И там вообще близко, я работала, они сидели вот здесь, а я вот здесь, я разговариваю. После показа актеров ждала встреча со зрителями, фотосессии и море цветов. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ. 27 ноября в Ульяновской области ожидается переменная облачность, осадки маловероятные. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду, температура днем составит 4 градуса со знаком минус. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет. Для всех. Грамотный семейный совет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин